Интересно, почему россияне не празднуют День Победы над Финляндией? В 2020-м круглая дата. 80 лет назад, весной 1940 года, закончилась Советско-финская война. Финляндия потеряла 11% своей территории со вторым по величине городом Выборгом. А 430 тысяч мирных финских жителей были переселены вглубь страны. Ну а где же День Победы? Почему в России не восславляют подвиги Красной Армии в той победоносной войне? Стесняются, что ли? Причины войны вроде вначале были обозначены как чисто территориальные. Мол, граница слишком близка к Ленинграду, отодвиньте ее на 90 километров. Финны не согласились. И надо же, открыли огонь из артиллерии. Если не верите в эту чушь, почитайте советскую официальную ноту. 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Несусветное вранье. Финны задолго до этого отвели всю свою артиллерию подальше, чтобы не стать жертвой провокации. Финляндия уж никак не могла рассчитывать на успех в случае военного столкновения. В стране к этому времени царили пацифистские настроения. В целях экономии в Финляндии с 1927 года вообще не проводились войсковые учения. Финансирование армии постоянно сокращалось парламентом. Угрозы не существовало, а с СССР был заключен долгосрочный пакт о ненападении. Выделяемых средств едва хватало на содержание армии, а денег на закупку вооружений парламент вообще не выделял. Вся военная промышленность состояла из трех заводиков – патронного, порохового и артиллерийского. Танков и военной авиации у Финляндии фактически не было. Исключено, что такая бы страна начала военные провокации на границе с военной державой – монстром. Тем не менее, 30 ноября в 8 часов утра войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии, на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки. При этом пострадали в основном жилые и рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов, Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения. После чего советские бомбы стали называть в Финляндии молотовскими хлебными корзинами. При этом официального объявления войны так и не последовало. Ну хорошо, отодвинуть границу от Ленинграда – это еще хоть какой-то внятный резон. Но почему же тогда, когда Красная Армия в течение первого дня войны заняла первый финский населенный пункт – поселок Тириоки, там тут же было создано народное правительство во главе с московским коммунистом-финном Отто Кусиненом? Это что же за привычка такая у русских – вторгаться в чужие страны и создавать повсюду фейковые народные республики, делая вид, что это не они агрессоры, а народы нападают сами на себя. Параллели с Украиной, Грузией и Молдавией в новейшей истории очевидны. Так случилось и с финнами. Они напали сами на себя, а Россия была как бы ни при чем. Но фейковое финское правительство было немедленно признано Советским Союзом. А уже 2 декабря в Москве состоялись переговоры между правительством Финляндской Демократической Республики во главе с Отто Кусиненом и советским правительством во главе с Вячеславом Молотовым, на которых был подписан договор о взаимопомощи и дружбе. То есть 30 ноября Советы напали на Финляндию, а уже 2 декабря решали судьбу соседа с собственноручно созданным марионеточным правительством Кусинена. В переговорах принимали участие Сталин, Ворошилов и Жданов. Москва объявила о том, что предыдущее правительство Финляндии бежало и, следовательно, страной более не руководит. СССР заявил в Лиге наций, что отныне будет вести переговоры только с новым правительством. Стоит сказать, что правительство Кусинена стало объектом насмешек не только в Финляндии, но и среди некоторых советских граждан. О таких мнениях сообщали в докладах НКВД, обнародованных после распада СССР. Историки считают, что нападение на Финляндию планировалось задолго до непосредственных событий. В умах кремлевских стратегов все выглядело настолько идеально, что даже была написана песня «Принимай нас в Суоми, красавица», с которой советские войска шли захватывать страну. В тексте говорится об успешном наступлении на Финляндию, но в условиях осени, а не зимой, как это оказалось на практике. Зимнюю войну финские историки описывают как момент наибольшего национального единства. Варварские бомбардировки финских городов советской авиации и захватнические требования СССР четко определили для финнов и большинства стран мира эту войну как справедливую защиту от агрессора. Государственная полиция Финляндии, которая продолжала следить за рабочими организациями, сообщала о росте антисоветских настроений среди людей, которых раньше замечали в симпатиях к СССР. Главными факторами успешной обороны Финляндии во время Зимней войны считается не только патриотизм финнов, но и совпадение чрезвычайно суровой зимы и тяжелого состояния советской армии, ослабленной сталинскими чистками и неподготовленной для ведения боевых действий в зимних финских лесах. Бои нередко происходили при температуре 30-40 градусов ниже нуля по Цельсию, а финские мобильные отряды имели в лесах огромное количество тайников оружия и продовольствия, были одеты в белые маск-халаты, устраивали засады, быстро передвигались на лыжах и были почти незаметны. Советские военные массово попадали в засады и несли потери от обморожений. Советским командирам выдали белые полушубки, что выделяло их на фоне основной массы военных и делало легкой мишенью для финских снайперов, поэтому почти все комбаты, комроты и комвзвода были уничтожены. В войне большую роль играли финские снайперы, зачастую выбирающие своими позициями верхушки деревьев и прозванные из-за этого кукушками. Они нередко обстреливали советские войска во время наступления, когда на пути советской военной техники оказывались завалы, которые надо было расчищать с участием саперов. Особенно прославленным был снайпер Симо Хяюхя. По разным данным, за время Зимней войны на его счету оказалось от 200 до 542 советских военных. В целом, плохое состояние советской армии, финский патриотизм и карельская зима обусловили высокие потери СССР, более чем в пять раз превышающие потери Финляндии. Дипломатическую поддержку Хельсинки оказывали Великобритания, Франция и США. Скандинавские страны пошли дальше. Тайно или открыто все они помогали Финляндии деньгами и оружием. Более 11 тысяч добровольцев из других стран прибыли в Финляндию во время войны. Также во время войны в Финляндии работали около 300 иностранных журналистов. Их публикации вызвали волну призывов помочь маленькой стране по всему миру, особенно в США. Хотя в Хельсинки так и не дождались вступления Великобритании и Франции в войну, информация о возможной высадке союзников на севере Финляндии, которая распространялась в ведущих СМИ с подачи западных дипломатов, неприкрытые сборы вещей и сжигание документов в посольствах в Москве беспокоили советское руководство. 12 марта 1940 года СССР согласился подписать мирный договор. Советы убрались из Финляндии, правда ценой огромных потерь, и прихватив с собой 40 тысяч квадратных километров территории, где производилось 11% ВВП страны и где проживали 12% ее населения, а 400 тысяч финнов стали вынужденными переселенцами. Несмотря на территориальные потери, которые могли быть больше, если бы не яростное сопротивление финнов, Финляндии удалось сохранить независимость и доказать, что за любой клочок финской территории агрессор заплатит большую цену. По версии российских историков, советско-финскую войну спровоцировали финны и потерпели поражение. Но почему же тогда Россия не гордится этой войной, а россияне не проводят парадов и не празднуют 12 марта день победы над Финляндией? Потому что нужно иметь смелость называть вещи своими именами. Россия – агрессор, крепко получивший по зубам от своего северного соседа. А финский народ – вдохновляющий пример сопротивления московским оккупантам. Кунья Суоми. Слава Финляндии! Финляндия! Финляндия! Сitä pelkää voittamaton puna-armeijaa. Ja Molotovkin sanoi, että «качо чорпас ми, чухна айко käydä meitä краевелистakin». А нет, Molotov! Нет, Molotov! Valehtelin enemmän kuin itse popriko. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Patreon. Всем добра и здоровья! Нет молотов, нет молотов!